Я вспоминаю вот такой случай. Это сентябрь 83-го года, пакистанская граница. Колонна остановилась для уточнения задачи и пришел приказ моей группе подняться на скалы, обеспечить безопасность колонны. Пока начальство со мной тут уточняло последние штрихи, солдатики мои уже забрались практически на вершину. Я решил их догнать и полез не за ними, а чуть-чуть левее. Мне показалось, что так будет быстрее. Ну а на себе бронежилет, автомат, патроны, гранаты где-то килограмм сорок. Пока, значит, лес, дождик начался, пыль прибила, и я ошибся и попал на каменную особь и покатился вниз. Ноги уже по колено висели в пропасти, и вдруг слышу крик «давай руку». Голову поднимаю, мой солдат, Сергей Вилкин такой был. А я же прекрасно понимаю, что я, если руку ему дам, я могу его просто утащить с собой туда, вниз. Я кричу ему «давай ремень или веревку», он кричит «давай руку», некогда уже. Но он прекрасно понимал, что я вот-вот туда упаду. И вот я ему руку бросил, и он меня вытянул. Просто вот я не знаю, откуда бралась сила, откуда вот эта вот смекалка. Ну вот, пожалуйста, вам пример братства, настоящего боевого братства. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова